На доске размером 17 на 17 стоят 11 пешек. Их расположение симметрично относительно диагонали. Докажите, что хотя бы одна пешка стоит на этой диагонали. Одна пешка обязана стоять, потому что 11 пешек мы не сможем разбить до пары, чтобы они стояли. То есть не одна, а хотя бы одна. Может быть они вообще все на диагонали. Но хотя бы одна действительно обязана стоять, потому что невозможно разбить на пары. Отлично. А вот теперь пункт Б. Пусть расположение этих 11 пешек симметрично относительно обеих главных диагоналей. Так, что такое главная диагональ доски? Это самая большая, которая... Да, да, да. Вот эти две диагонали называются главными. Так вот, оказывается, что если расположение 11 пешек симметрично относительно главных диагоналей, то какие-то три пешки обязательно стоят на одной из этих диагоналей. То есть в нём не только одна пешка, но на какой-то из диагоналей можно гарантировать наличие трёх пешек. Посмотрите, у нас теперь четыре части доски, и чтобы на них было симметрично, 5 на 2 тоже не делится. 10 на 4 не делится. Так что... Идею понял, а точного решения нет. Да. Если вот по одной, например, класть на каждую из них, то тогда останется три пешки. Почему три? У нас всего их 11. Почему три? Если изменить, просто брать по 4 и класть их по одной... О, молодец. Брать по 4. Очень важное слово произнесено. Давайте-ка я его объясню. Представьте себе, что у меня где-то здесь есть поле. Тогда симметричное у нас обязательно тоже есть. И для этих двух симметричное, вот эти два поля тоже есть. Согласны? Вот поэтому он и говорит, брать по 4. Потому что одно, расположенное не на диагоналях, порождает сразу 4. Замечательно. А если у нас есть на диагонали что-то, то смотрите, отражать относительно этой бессмысленно. А отражать относительно этой можно. Вот если у нас есть на диагонали, то даст обязательно пару. То есть, не лежащее на диагонали дает четверку, а лежащее на диагонали дает пару. Но из двоек и четверок число 11 не получишь. Значит, обязательно центр тоже должен быть занят. А раз центр занят, значит, остается получить 10. 10 из четверок нельзя получить, значит, обязательно должна быть пара. Пожалуйста. Я вот хочу сказать, что обязательно 3, потому что самое большое число, которое делится на 4 до 11, вообще делится на 4 в числе 11, это 8. Не в числе 11, а до 11, это восьмерка. Но по сути, вы повторяете то же самое, что я сказал. То есть, если мы можем брать четверками, то максимум таким образом можем набрать 8, значит, обязательно будет 3 на диагонали. В центре должно быть, потому что 11 – нечетное число, а если бы у меня было что-то на диагонали не в центре, то это 2 – это четное, 4 – тоже четное. Все, считаю, что это понятно.